Все у нас сейчас в онлайне, друзья. Работа, жизнь в конце концов. И вот в моменты прозрения в оффлайне понимаешь, что хочется чего-то настоящего потрогать, понюхать. Так и с фотографиями. Одно дело посмотреть 2 секунды на каком-то дисплее и пролистнуть дальше. Другое дело взять снимок в руку, напечатанный на бумаге. Это сейчас как какое-то маленькое чудо. И в отличие от всяких рекламных слоганов производителей смартфонов, тут до изображения реально можно дотронуться. Но те, кто сталкивались с домашней печатью, знают, что это либо очень дорого в случае с оригинальными картриджами, либо просто дорого в случае с перезаправляемыми картриджами, либо очень геморно с использованием SNPG. У нас сегодня на тесте компромисс между всеми этими вариантами MFU Canon PIXMA G2400 со встроенной системой непрерывной подачи чернил. Первое, что отмечаешь про себя, когда его видишь, блин, вот это молодцы, что не сделали ни одной глянцевой поверхности. Везде приятный мягкий пластик, особенно не собирающий на себе отпечатков пальцев и пыли. Сзади складывающийся лоток для бумаги, спереди подставка для напечатанных листов. Органов управления минимум, кнопка включения, стоп, печать цветных и черно-белых отпечатков. Здесь же рядом два индикатора, один из которых сигнализирует об отсутствии бумаги, краски и так далее, а второй сигнализирует об уровне чернил. Если открыть верхнюю крышку, то получаем доступ к сканеру с максимальным разрешением при сканировании 600 на 1200 точек на дюйм. В отличие от других предложений на рынке, SNPG не приклеена сбоку на какие-то непонятные крепления и трубки не тянутся поверх корпуса. Резервуары для краски встроены в сам корпус, отдельно для черного и для трехцветных. Все аккуратненько и четенько, а главное чисто, если вы не криворукий. При первом запуске нужно залить чернила во все емкости. Как оказалось, для этого даже не нужны перчатки и застилать весь стол клеенкой, в отличие от других SNPG. Открываем внутреннюю крышку и получаем доступ к баночкам. Вынимаем пробку и льем соответствующие чернила. У фирменных бутылочек очень удобная горлышко и специальные стопы, чтобы не перекрывать воздух во время заправки. Что-то сделать здесь не так просто нереально. Далее нужно вставить два картриджа. Один подписан буквой B, второй C. Внутри принтера такие же отметки. Если с алфавитом все хорошо, справитесь. Закрываем крышки и защелкиваем крепление. Теперь принтеру нужно некоторое время, чтобы прокачать чернила по системе. Несколько минут и он уже готов к работе. Скорость печати ЧБ документов на листе А4 всего 5 секунд, а цветных около 10 секунд. В первом случае вы сможете напечатать около 6 тысяч копий, а цветных документов даже больше, порядка 7 тысяч. И все это с одной заправки, да это почти как на лазерном принтере. Минимальный объем капли в Canon G2400 2 пиколитра, что как бы средний показатель по больнице. Кроме этого черные чернила пигментные, а цветные водорастворимые и разделены в отдельные картриджи с головками. Принтер сам распознает участки текста с одним лишь черным цветом и задействует соответствующую головку. Каждая отдельная капля пигментных чернил меньше впитывается в бумагу и не растекается. За счет этого текст выглядит более четким и его комфортнее читать. Не используя цветные чернила, вы можете ощутимо экономить на расходниках. Ведь ЧБ-бутылочка с чернилами объемом 135 мл стоит ровно столько же, как и цветные по 70 мл. Кстати, о ценах на расходники. Бутылка оригинальных чернил стоит около 160 гривен. Никто вам не мешает использовать чернила и от сторонних производителей, которые обойдутся в 3-4 раза дешевле. Но это уже на свой страх и риск. Но я бы этого не делал. Фишка G2400 именно в том, что не нужно париться, как в случае с большинством принтеров, оснащенных СНПЧ. Производитель уже обо всем позаботился. G2400 может печатать не только документы, но и полноценные фотографии. На фотку формата 10х15 с настройками на максимальное качество уйдет около минуты, а на формат А4 порядка 4 минут времени, что довольно неплохо, как для домашнего принтера. Естественно, и краска при таком качестве печати расходуется заметно быстрее. В плане качества есть определенные претензии. В плане качества есть определенные претензии к недостаточному контрасту в тенях и неточной проработке оттенков красного. Палитра синих и зеленых цветов получается гораздо более точной. Если прям не сравнивать в упор исходник на дисплее и отпечаток в руке, то разница уже не кажется такой огромной. А если где-то прилепить на стену или поставить в рамочку на стол, то на расстоянии вытянутой руки вообще офигенно. Кроме G2400 в модельном ряду Canon есть модель G1400 и G3400. Первая отличается от нашего экземпляра отсутствием сканера, а вторая наличием Wi-Fi на борту, чего нам, кстати, очень не хватало после того, как мы не обнаружили шнурка USB в комплекте. Не забудьте, кстати, его сразу приобрести вместе с принтером. И по стоимостям. Canon G14 без сканера обойдется в 170 долларов. G2400 со сканером, как у нас, обойдется в 225 долларов. А за модель G3400 со сканером и с Wi-Fi придется выложить все 265 долларов. Это не такая уж и большая сумма, учитывая, что вы получаете полноценный домашний фотолаб, позволяющий печатать миллионы снимков по небольшой цене. И, наверное, главное, фактически это самое беспроблемное СНПЧ в мире. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и, наконец-то, распечатайте маме фотографии. Вот моя все время меня просит. Субтитры создавал DimaTorzok